Дневной разворот Это прекрасный совершенно день И завтра во всех районах области Начнется массовое чипирование Домашних животных Это не шутка? Откуда вести такие? В Кирове она уже давно происходит А сейчас там идет Откуда вести? С полей Бедную животинку Во все наши станции по борьбе с болезнями животных Отправлены чипы для начала по 100 штук А потом будут внедрять А цель? Цель, ну во-первых, потеряшек, чтобы легче искать было Это как минимум, да и во-вторых, вообще решать Какие-то вопросы? Ну, покусала тебя собака Чья собачка-то, да? Помнишь? Чехова, да? Пробили по карте, да? Какая милая собачка-то оказалась сразу Нет, приятнее, если все-таки для потеряшек Для потеряшек, конечно, да Мы с большим удовольствием приветствуем в нашей студии Татьяну Мазур, министра культуры Нашего региона Татьяна Сергеевна, добрый день Добрый день, и надеюсь, что я приглашена Очень рада Мы вас чипировать точно не будем Очень рады, что мы сегодня На эхо микрочип мы еще не завязали Смогли сегодня к нам прийти Очень важная и нужная тема Ну, у нас будет программа «Культпоход», конечно же, через час После 12.05 Интересные гости, интересная тема Галерея Крупинин у нас сегодня, да? Да, открывается новая галерея Крупинин Она фактически уже открылась У нее уже есть адрес, есть помещение У нее есть совладельцы, которые к нам сегодня придут Митик Свердов и Валентина Крупинин Познакомим вас с этим учреждением Очень хорошую, ребят, коллекцию я посмотрел У них вещи из 80-х годов Коллекционировали давно Там есть на что глянуть, есть что унести Вы знаете, мне когда спрашивают А как вы относитесь к появлению частных Конкуренты вроде бы ваши Я все время говорю, ребят, это так здорово Да сколько угодно, да? Чем больше, тем лучше, конечно Чем больше, тем лучше Это в какой-то степени еще, я все время говорю Подстегивает учреждения культуры государственные Начинать думать так же инновационно, как частник Который прекрасно понимает Если он не покажет что-то абсолютно новое, интересное Трудно привлечь каких-то новых посетителей Он просто закроется тогда Чудесные новости Я очень рада, что у вас сегодня такие открытия Тему культуры, безусловно, мы затрагивать будем сейчас В ближайшие 40 минут Оттолкнемся от новости, которая была еще неделю назад На заседании в правительстве Кировской области Вы, Татьяна Сергеевна, рассказали о планах по реализации Проекта «Культура малой родины» Речь идет о ремонте сельских домов культуры Это деньги федерального бюджета, насколько мы понимаем И всего наш регион собирается получить более 30 миллионов рублей Вот это для затравочки Теперь можете продолжать Итак, «Культура малой родины» Давайте я тогда расскажу Что за проект вообще? Потому что хороший, замечательный проект Но, наверное, еще не получил такой хорошей раскрутки информационной Но я понял, что он новый довольно-таки Он новый Он на федеральном уровне так называется именно «Культура малой родины» Знаете, можно это маленькую предысторию Давайте Дело все в том, что вопросы именно доступности культурных благ И чтобы инфраструктура, особенно на селе, была достойной Мы понимаем, что клубы на селе – это то место, куда можно прийти и пообщаться Чаще всего это уже стали такие многофункциональные учреждения, где и библиотеки Да там вообще-то все сейчас, вплоть до здравпунктов То есть это вообще центр села Центр села, да Как в одном из районов пошутили Ну что вы, клуб – это наши градообразующие Градообразующие предприятия, совершенно верно Но в каком состоянии они находятся – это, конечно, печально А у нас в общем количестве культурно-досуговых учреждений Больше 70% – это именно сельские клубы А у нас вообще вот сколько сельских клубов? Так, на вскидку даже, не до единицы Более 650 Более 650 Да, да, да А эта цифра сокращается за последние годы? Ну, вы знаете, опять же, как считать? Это все, опять, красивая наша статистика Дело все в том, что мы стараемся сохранять сельские дома культуры В качестве структурных подразделений, районных, централизованных То есть, получается, количество юридических лиц сокращается, а количество зданий-то остается Да, то есть, мы стараемся максимально, если село живо, вне зависимости иногда даже от количества, человек все-таки помогать И вот историю, это ведь не только Кировской области, а в целом по России проблемы сельских клубов очень остро стояли И это было решение, это был партийный проект заявлен Единая Россия выступила инициатором, координатором на федеральном уровне Это Казакова Ольга Михайловна, первый заместитель комитета по культуре Комитета Госдумы Заместитель председателя комитета Причем первый, все-таки мы всегда подчеркиваем, всегда радуемся, потому что это наш бывший коллега Это бывший министр культуры Ставропольского края Причем знает все не понаслышке Понятно Там тоже край-то, ой-ой-ой Да, да, и вот что приятно, когда с ней разговариваешь, разговариваешь на одном языке Она понимает нас, когда мы какие-то проблемы озвучиваем Вот стартовал он в 17-м году, и тогда он назывался Местный дом культуры И отдельно еще два проекта реализовывались Театр детям, где выступал координатором Сергей Безруков И второй проект в этом же направлении реализовался для поддержки городских муниципальных театров И, как это сказать, наверное, правильно Вот первый опыт, да, привел их, в общем-то, к идее, что, наверное, это надо объединять эти направления Вот и появилось название в 18-м году «Культура малой родины» Почему, может быть, ее еще так мало кто знает, да? То есть название новое, а проект возник вот из этих вот трех, да? Да, но, что, наверное, важно, такая централизация попробовала сконцентрировать ресурсы И организационно стала немножко проще управляемая Общие подходы уже вырабатываются, знаете, комплексно по отношению к территориям То есть уже смотрится, как не отдельное направление реализуется, да? А как область или регион выглядит вот внутри этого проекта Мы реализуем две части Это по-прежнему на местный дом культуры нацеленный И проект театра детям Про театр детям я очень много говорила Потому что в этом году, учитывая, что мы попали в число Одних из лидеров по реализации в 17-м году И очень хорошо зарекомендовали, когда освоили первый транш Оперативно в 18-м году Нам добавили еще 9 миллионов в 4-м То есть это очень серьезные были То есть там есть такая система поощрения, если правильно все хорошо делается Ну, будем так говорить Действительно, вот партия контролирует И при первой возможности, если что-то можно где-то увеличить Или изменить сторону улучшения проекта Это очень быстро через Госдуму проводится И Министерство культуры, которое распределяет эти деньги Очень оперативно направляет их в регионы И естественно, что кто лучший, тем в первую очередь Успел быстро Очень разумно, я считаю, что это очень хорошее поощрение Ну, не хочется про другие говорить Но когда слышали некие отчеты о проделанных работах Знаете, ну, за себя радуемся Мы действительно очень оперативно работаем Потому что по освоению некоторых регионов Там этих сумм Даже вот сейчас, буквально в ноябре Вернулась из Координационного совета по культуре Где вот нас, в общем-то, и похвалили очень за реализацию проекта Прежде всего, театр детям Есть и 4% всего Ну, что такое федеральные деньги В ноябре 4% освоения Я думаю, многие понимают, что это отберут Возвращать нужно Смотря какие регионы Может быть, там настолько они хорошо живут Что... Ну, денег тебе дали А ты освоил все... Потому что в следующий раз не дадут Вот еще в общем-то Это ясно Да, вот это я думаю, что главное А деньги нужны любому региону Даже тому же Татарстану Никто от федеральных денег никогда не отказывался Это точно Абсолютно верно От денег федеральных никто никогда не отказывался Я хотела бы разделить поэтому На две части Первая Это поговорить немножко То, что вы в новостях С сайта правительства взяли Это, конечно, местный дом культуры На сегодняшний день, я могу сказать В муниципалитетах Это, в общем-то, тот самый проект Который, ну, просто самый популярный Заяв поступает Это одно из самых больных мест В любом муниципалитете Муниципалитеты ухватились Конечно За соломинку 30 миллионов Это очень приличные деньги Я же, знаете, давно уже в культуре Я не помню, чтобы мы столько направляли Даже в хорошие времена Вот могу сказать на память Что больше 15 миллионов Вот на такие ремонты Мы не давали Это когда такие времена были? Были у нас Где-то в 2013 году У нас были субсидии Пять лет назад примерно Да, да, да А потом, как бы, проблемы Эти есть Всегда сложно Что хочу сказать Действительно, проект Очень динамичный Ошибки исправляются Можно сказать На ходу Потому что Чтобы ускорить процесс Заявок И упросить их Для муниципалитетов Были приняты решения Что это будет текущий ремонт Некапитальные Некапитальные Чтобы только сметы Чтобы это было оперативно А, ну да, капремонт Там же еще Капремонт Это госэкспертизы ПСД А здесь на основании смет Это первые Конкурса, аукцион Да Хотя, знаете Войдя во вкус Вот уже нынче В ноябре Поднимался вопрос Давайте-ка все-таки Поворачиваться В сторону Капитальных ремонтов И мы Не удивимся Если появится еще Направление Как капремонт И тоже Кто, как говорится Успел быстро И быть готовым Почему бы Деньги не давать Поняли, что Вот эта тонкая грань Между капитальным И текущим ремонтом Мешает нам К сожалению Как это сказать Под ключ Реализовать проекты Ну до смешного Доходит Чтобы не признавать Например Капитальным ремонтом Меняется Например А это уже будет Простите Не целевое расходование Да И воспроизводение Как раз У нас тут Юрий Николаевич Лаптев Об этом как раз и говорил Кстати На примере дома А палата фиксирует Вот И получается Что Чтобы идти по тонкой грани Меняем не 10 окон Например А 6 Как будто Ну вот Такие маленькие хитрости Которые хотелось бы избежать Об этом Шел разговор Еще одна была Такая Я считаю В реализации проекта Когда Есть еще одно направление Кроме ремонта Это и Улучшение Материалитической базы Где можно было бы Приобрести аппаратуру Одежду сцены Например Но безусловно Все Все кинулись Приобретать кресла Потому что Залы Сами знаете В каком состоянии А вот здесь Оказывается Было В 17-м году И перешло В 18-м И очень Яркие Такие Жаркие споры Что всего На мат техбазу Можно было В одной заявке 500 тысяч Потратить Но это было Вот такое Ограничение И получалось Что Вот на примере Слободского районного Центра культуры Столкнулись Чем большое здание Большое здание Зал Не маленький Такой район Не маленький Да Большой зал И получается Что на 500 тысяч Можно заменить Только половину кресел А половину Как Вот Ну что Похуже Кресло Кресло На галерку Лучше Вперед И здесь Я хотела бы Конечно Сказать Огромное Спасибо И самим Работникам Дома культуры Которые активно Поработали С предпринимательским Сообществом И это замечательный пример Когда В данном случае Выручили И зал Нарядили Эти примеры Видимо Не мы одни Транслировали Активно Что надо Как-то снимать Ограничения И поэтому В этом году Все вот эти Ограничения По объему Заявки Наконец-то Сняты То есть Вот этого Искусственного Ограничения Не стало Да Все 500 нет И поэтому Можно заявиться На какую-то сумму Которая позволит Например Действительно Ну для примера Тот же зал Привести Под ключ У нас подошло Время небольшой рекламы Татьяна Мазур У нас в гостях Министр культуры Кировской области Мы говорим Напоминаю В том числе О проекте Культура Малой Родины Это ремонт Сельских домов культуры Продолжим Через полминуты Ну что Продолжаем Наш разговор С Татьяной Мазур С министром культуры Кировской области Говорим мы О проекте Культура Малой Родины Вот как раз На таком Очень интересном Моменте остановились Собственно Вот эти Федеральные Федеральные бюджеты По крайней мере Определенные ограничения Стараются их Как бы максимально Оперативно По ходу работы Корректируется Да Вот это очень радует Что наверное Хорошо когда Проектом руководят люди Которые понимают проблему Поэтому надо сказать Конечно огромное спасибо Ольге Казаковой За ту помощь Если женщина руководила Культурой Ставропольского края Она прекрасно знает Что дворцы культуры Бывают не только на 20 мест Причем она действительно Очень симпатичная женщина Я думаю что Это лоббирование Интересов культуры Со всех сторон И знания И красота И умения Но это шутка И мне бы хотелось Еще один очень важный Наверное момент Озвучить Что Ну будем так говорить Мы тоже здесь Изучая свой опыт Как бы Тоже поняли Вот представьте себе Мы При реализации Там в 17-м году 39 культурно-досуговых Учреждений 23 проекта Например По улучшениям Этих базы Да 16 проектов По текущему ремонту В 18-м 33 33 проекта 33 проекта 21 текущий ремонт Понимаете Денег то не так много И они получается Ну вот такими крохами попадают Конечно у нас были крупные проекты Которые были реализованы В 18-м году И Будем так говорить Рачительные хозяева В районах Вот например Для примера Верхний Камский район Вот поставил себе задачу Чтобы Районное клубное объединение Досуг Вот Сделать конфеткой Ну он там со всех сторон Денежки подтягивает Он и спонсоров И ППМИ И все У него воли Там все шевелится И поэтому Он и заявку делает Такую крупную И уже больше Например По этому даже проекту Более трех Там И семи миллионов Он уже привлек Вот из этой программы Я считаю Что наверное И по опыту других Кстати коллег Все таки наверное Надо сосредотачиваться И как это сказать Доводить до ума И делать следующие шаги Поэтому Для себя в приоритетах Видим Чтобы Те заявки Которые в этом году Мы планируем собрать Стартует Собираться они будут С 3 декабря То есть с понедельника С предыдущего Причем сроки Короткие Всего лишь До середины До 14 А там какой-то отбор Конкурсный идет Этих заявок Давайте сейчас поподробнее Да Вот об этом Ну я боюсь Что если я вам начну Рассказывать о конкурсном Отборе Нет Ну условно говоря Ключевый момент Я специально Чтобы вас Как говорится Немножко Напугать Взяла с собой Тот конкурсный Перечень критериев Перечень критериев Он понимаете Учитывая Учитывая Да Вот смотрите Поскольку Это Очень серьезно И люди Будем так Рассказывают Вообще На уровне района Нет Она по силам Она не сложная Другое дело Что критерии Разбиваются И это наверное Очень важно Чтобы Люди понимали Что мы смотрим Всесторонне Оценивается Не только Предположим Состояние До того же Учреждения То есть Насколько он Текущий Как он сейчас Как внутри Как наружу Как эффективно Оно трудится Во-первых Во-вторых Еще очень важно То есть Как бы результаты Работы Которые он показывает Сколько он там Зарабатывает Что он проводит Как посещаем Правильно Насколько он Эффективен Сегодня в работе Насколько он Востребован У населения И Еще один из Важных критериев Это Привлечение Так называемых Муниципальностей Только Насколько Муниципалитет Вложиться В реализацию Этого проекта Поэтому А есть какой-то Процент Обязательно Процентов В общем-то Ну как бы Ноль целых пять десятых Не меньше Ну не меньше Не меньше Пол процента Да пол процента У нас муниципалитет Тоже очень разный Тот же Верхнекамский район Сравниваем с тем же Пижанским Ну глупо же Ну тем не менее Пижанка не надо Она сегодня реализовывала И не очень кстати Хорошо реализовывала Мы бились с этим проектом Наверное посложнее Но тем не менее Были достаточно Серьезные средства Выделены Я про то что Фактически Получается так Что Софинансирование Муниципальное Мы смотрим Это примерно Даже чуть побольше Чем областное Софинансирование Которое идет К этому проекту Потому что мы В рамках Обязательств Пять процентов Обязательных Своих Догоняем В софинансировании Муниципалитеты Действительно У них есть ограничение Ноль пять Но Ну как сказать Не меньше Да Но Многие Вкладываются серьезно Это тоже кстати Очень радует Вот еще тогда вопрос Смотрите Обязательность 31 миллион Это сумма уже С учетом Областного Муниципалитета Нет Это только Федеральные деньги То есть реально Это сумма больше Больше То есть как минимум Пять процентов Добавляет Областной бюджет И районы Кто сколько сможет Кто сколько сможет То есть сумма больше Это интересно Да И Я считаю Что Вот Очень важный момент Что мы сняли Ограничение Вот Предоставление Вот этой субсидии По итогам Конкурсного отбора То есть в принципе Если у нас Сегодня Кто-то докажет И выиграет Там сумму Там Ну 10 миллионов Да Вот докажет А было ограничение Было ограничение Вот было 500 И На материально-техническую базу И Можно было участвовать Только в одном из видов А сейчас можно участвовать Одновременно Сразу в материально-технической базе И в ремонте То есть это тоже серьезно Я считаю Если заявка И человек доказывает Что вот нам нужно 10 И мы как говорится Увидим конечный результат Вообще все И что все критерии подходят Подходят Дом посещаем И работают активно Люди ходят Пусть у него будет 10 там Вот Тогда и другие меньше достанутся Согласна Но Вы знаете Вот это вот Можно я скажу так Размазывание Да Каши по стенам И иногда получается так Что Вот ты поучаствовал в этом Да А в следующем Предположим Ты не добрал И получается У тебя год перерыв Тоже вот Не вижу в этом ничего хорошего То есть Какой-то незавершенный Незавершенный Дойти до конца пути В одном каком Конкретном случае Лучше будем двигаться Вот таким И тогда еще вопрос Этот проект Он в этом году Или уже есть перспектива Что он на много лет вперед То есть Те кто не попали В этом году Не но про прошлый год Мы тоже говорили Я понимаю Насколько он в будущем Устремлен Он настолько Востребован Что по крайней мере Вот когда в ноябре Нас собирали Казакова перед нами Ступан Сказала Говорит Наверное Мы только будем Расширять этот проект То есть Перспективы Перспективы хорошие Тем более Что Видите Немножко Может быть Такие разноплановые Направления Это и Предположим Культура Малородины В себя включает Вот местный дом культуры Но немало Ведь важно Что Огромное В общем Огромное напряжение Это театр детям Это Настолько Вот Мы можем сказать Мы можем сказать Смело Что на фоне других регионов Наше состояние Детских театров При вхождении в проект Оценивалось Как Ну хорошее У нас новый Театр кукол В принципе Надо отдать должное Поясните Какие театры Мы им веду Театры детям Это Или Неформальные театры Это частные театры Это тоже О государственных Но для муниципальных театров Если в городе Есть муниципальный театр То для них Есть тоже направление Это тоже шаг вперед Никогда не помогал Как бы Федерация Очень мало Таким помогала Считала Что у нас Муниципалитеты Особенно если речь идет Это городских А чаще всего Такой муниципальный театр Это Ну давайте говорить честно Это в столицах Как говорится Наших областей Очень мало Кто может себе Такое удовольствие Позволить Поэтому Это очень Мы будем говорить так Мы были очень Приятно удивлены Что наконец-то Заметили эту категорию Муниципальных театров А в театр детям Речь идет конечно О государственных театрах Если посмотреть Ту статистику По России Которую приводили Конечно мы Мы действительно На хорошем уровне В хорошем состоянии У других было вообще Очень жутко И плачевно И то что сегодня Именно В рамках этого проекта Деньги дают На постановки На гастроли И на модернизацию Оборудования То вот Шаг в модернизации Это очень важный момент Потому что Как вы понимаете Вот если у нас В Тюзи Да В нашем театре Наспаской Владимир Иванович Очень внимательно Грибанов Директор Да Директор театра Очень многое делал Именно в развитии Так бы Технологических Каких-то вещей То есть там и свет Интересный Да Причем Сэмлайт Сотрудничает То есть они получали Сэмлайт Сэмлайт И зародился Когда-то давно Да Это исторический Факт Ну будем так говорить Замечательная Проекционная аппаратура У него Наверное Самая мощная В городе Сегодня То есть это позволяет Делать спектакли Вот настолько Интересные Ну думаю Театра Это вене Времени Да Надо соответствовать Молодому Молодому Без этого Уже не воспримет Точно так же И в отношении Казалось бы Театра кукол Который тоже Современный У нас Ну собственно говоря В 10-м году Мы только его запустили Он был По тем временам Хорошо оснащен Но все движется Вперед Еще как И еще как А их Кукольные В общем-то Истории Они еще более Интересные Вот когда Фестивальный спектакль Привозят И иногда смотришь И поражаешься Что можно делать Светом Какими-то там Движениями Новые грани Открывать Новые краны Сикликация Там все перемешано Совершенно Вот Поэтому Конечно Очень серьезный Рывок И очень серьезные Деньги А самое главное Наверное Очень хорошо Сказали о том Что Те деньги федеральные Которые они получают Сегодня В рамках этого проекта Позволяют им По-хорошему Экспериментировать На сценах То есть ставится То чего Может быть Не поставили При наличии Скажу как Чиновник Госзадания То есть всегда Дается Госзадание Ты прекрасно понимаешь Что это Собственно говоря Те спектакли Которые надо поставить Так чтобы Заработать и деньги Еще На себя Любимых Ну соответственно Иногда Что уж там говорить Репертуар строится Ну На востребованном Самом Знаем что вот сюда придут Либо Это школьники придут Поскольку это Школьная программа Программа Да А вот Взятие там Как говорится Либо самая уж классика Сказа куда родители Приведут спокойно Знаешь что Да Наверное то что Ну будем так говорить Все равно выбирают Наиболее знакомых авторов А это Возможность Вот я Я думаю что Наверное Все таки знакомы С этим спектаклем Человечный человек Который был поставлен На Спаска И Наверное Если бы Это было Ну Навряд ли бы взяли бы Может быть спектакль Потому что В какой то степени Меня что поразило Когда разговаривали Они немножко Все таки Сомневались Вот Пелтал Это Перевод Сверидовой Почему то сомневались А вдруг Ну Вдруг Как то для себя Они такие сомнения были Очень переживали Обыкновенное чудо Вот сейчас они поставили В октябре была премьера Да То есть Тоже там Со многими идеями С приглашенными Режиссерами То есть Вот Это возможность творить Вот Честно говоря Огромное спасибо за это Ну и то что Есть возможность Гастроли Чего тоже К сожалению Вот Себе иногда трудно позволить Из областных денег Ну федеральная программа Есть большие гастроли Это федеральная программа Далекие гастроли Большие гастроли Да Они далекие И Надо бы еще и вятские поляны Можешь съездить Ну согласен Надо развивать Внутри региона Думать надо Вот почему Кстати Может быть я и хочу сказать Сейчас как бы плавно От гастролей Перейдя Опять же возвращаясь Наверное К теме Местный дом культуры Почему мы так стремимся Залы привести в порядок Пусть для начала Пусть районный центр Да Имеет площадку На которой может приехать Театр На Спасской Драматический театр Театр Кукол Оркестр Чтобы сел Сыграл Да У нас же филармония Гастролирует Вятский камерный Это ездит Слава Камерный всегда войдет А симфонический Хочу А не входит Потеснее Да И поэтому Конечно Вот это для нас Какая-то все-таки Взаимосвязь Чтобы Прямая связь По-моему Да Абсолютно У нас реклама Сейчас будет Я предлагаю У нас связь У него реклама Да Реклама сейчас будет Я после нее Предлагаю все-таки Добить вот тему С культурой малой родины Когда там заявки Еще раз напомню Будут приниматься Когда будут результаты Уже известны Когда работы начнутся А потом конечно же Нельзя не поговорить О годе театра Который ведет Вот-вот уже стартует 2019 Я все у вас плавно Пытаюсь к нему подвести Да-да-да Да мы уже поняли На полторы минуты Мы вас пока не пускали Нет, ты не работаешь Татьяна, работаем мы Татьяна Сергеевна Мазур Министр культуры Кировской области Буквально 7 минут У нас остается Давайте вот быстро По этапам Сейчас заявки От муниципалитетов Будут приниматься С 3 по 14 декабря Вы сказали Сейчас в перерыве Не ранее 20 января Будут подводить Да, где-то вот так Мы ориентируемся Итоги Потому что Еще раз Заявок бывает Очень много И то что Вот сейчас мы в перерыве Говорили Вас волнует Насколько успеют Муниципалитеты Уже Двумя этими годами Научились Заявка сама по себе Она не сложная Она не содержит Каких-то таких Надо сметы приложить Надо Кое-какие пояснения К этому дать Софинансирование Подтвердить Что оно вошло В Думу И утверждено И вошло в муниципальный бюджет В принципе Это не сложно Они знают И поэтому Мы наоборот считаем Что Все уже готовы И стоят Как говорится На старте Копы там бьют Вот Потому что Вот смотрите Я могу привести И похвалить Очень Вот тот же Верхнекамский район В Котельническом районе В поселке Юбилейном Очень активно Поработали И аппаратуру Новую звуковую Приобрели В 2018 году Вот видите Вот в данном случае Люди идут в направлении Именно модернизации оборудования Мы музыкальные инструменты Сценические костюмы Приобрели Действительно Прекрасные костюмы Даже мне тут Директор ДНТ Пошутил Слушайте Говорит Наши муниципалы Деты лучше Чем мы областны Я говорю Хорошо Будем работать И над этим Амутнинск Действительно Приводит в порядок Дом культуры Металлург Там еще и завод Это очень хорошо Мы всегда рады Причем Амутнинск Осваивает серьезные деньги То есть Пожалуйста Замена полов Театрального зала То о чем мы говорим Они тоже хотят Чтобы зал был прекрасным Действительно У них преображается На глазах Настолько активно Там люди себя вели Что пол приходится менять Да Дом культуры Очень не новый тоже Да Но он очень уникальный Совершенно Архитектуры На кровлю нынче миллион А вот на полы Там 2,4 миллиона То есть Уже в общей сложности На объект 3 миллиона ушло Это вот уже сделано у них Да Это сделано Все уже Это уже то Что мы в черту подвели Оречевский район Могу похвалить Потому что там Тоже сделали ставку В принципе Отремонтировано Более-менее так Центр был И они поэтому Берут цветовое оборудование Это в самих Оречах В самих Оречах Зветовое Звуковое оборудование Потому что Это тоже Знаете Проблема микрофонов Понятно Главный рабочий Действительно Да Какое-то мероприятие Не организовывая Все может упереться И поэтому Почти миллионы Хорошие деньги Которые они получили Ну очень Хотелось бы Похвалить Потому что Они тоже В отношении Больше всего Работают районного Центра И Ну будем так говорить Героические Замена полов Устройства потолков Замена дверей Окон В 2017 году А в 2018 На полмиллиона Приобрели То есть они снова На второй год Да Вот в 2017 Они отремонтировались А в 2018 Уже заявляются На оборудование Если Вот смотреть То Нынешние Крупные Вот еще проекты Может быть сказать Что действительно Пижанку 2,7 миллиона Туда было потрачено На ремонт Кровни Внутренних помещений 3 числа Третьего числа Кстати Еду Смотреть Это все Еще раз Внимательно Вот Санчурское Районный Дом Культуры 2,6 миллиона На ремонт Внутренних Помещений Сантехнические Тоже сантехника Это Знаете Больное место Ну и В Орловском Центре Культуры И досуга 2,5 миллиона Ну считайте Ремонт Кровли Частичный Это все проекты Этого года Крупные Вот это 2018 А первые Я назвала Те которые За два года Такие хорошие Из проекта В проект Идут Да Очень хорошие Шаги Поэтому Я думаю Что Все готовы Уважаемые Коллеги Ждем Ваших заявок И Надеюсь Что Ну Я очень верю В то что Проект Долгосрочный Очень Потому что Он настолько Востребован И нужен Что Жизненно Необходим И вы знаете Вот когда Будем так Уже прошло Два больших Крупных Совещания По этому вопросу То есть Прямо Как это сказать Специально Проводили По Округам Летом Проводили Специально По округам Оперативно Докладывали Как идет Какие проблемы Вот там Очень Тщательно Обсуждался Вопрос Возможности Направления Капитального Ремонта И Вот Недаром Говорю Что Вот в этом году Мы например В театр детям В середине года Получили деньги То есть Это все решается Вот немножко так С колес Чтобы максимально Поддержать И поэтому От нас Зависит Чтобы документация Была готова И чтобы мы были Как говорится Вот в состоянии Боевой готовности Это во многом Зависит И от руководства Учреждений Нашей культуры Ну и естественно От глав Руководства районов Так Три минуты У нас буквально Четыре Вот теперь можно Давайте Году театра Я смотрю Подборку новостей В интернете Которая уже Из разных регионов Идет Там грандиозные планы У разных театров Ну а грандиозных планов Наверное И постановки И ремонты И так далее Ну я думаю Что про планы года Это вообще отдельно Можно поговорить Надо разговаривать Отдельно Давайте отдельно Встретимся Вот Поэтому я Могу сказать Что на сегодняшний день У нас создан Оркомитет Его возглавер Игорь Владимирович Нам очень приятно Что Губернатор Губернатор Васильев Да Что На сегодняшний день Мы готовим Открытие Года театра Праздничное Сейчас Активно Наши театры Готовят Такое Замечательно Театрализованное Представление Я как бы Сценарные наметки Видела Да тут назовите уже Это что Сейшн такой Театральный Да Они это назвали Что-то Что-то Сборная Нет Это я так полагаю Что уровень Такой феерии Театральный Причем легенды И мифы Театральной Вятки Легенды И мифы Театральные Вятки Легенды Хорошо Когда это будет Татьяна И 13 Декабря Мы всех приглашаем В драматический Театр Билеты Есть в продаже Их Ограниченное Количество Потому что Знаете Очень трогательный Девиз Заявлен На этот год Театра Вспомнить И назвать Всех То есть Вспомнить О всех Работниках Театров От наших Это на уровне региона У нас такой девиз Нет Это федерация Выбрала Не очень Широкая информация Чувствую обладаю Дело все в том Знаете Дело все в том Что Я же понимаю Так Оргкомитет Очень бурно Наверное И долго Бился Над Эблевой Фестиваль Года театра Поэтому Мы сами Только узнали О том Что это Как это Только В ноябре А тут же Получили указание 13-го Общероссийский То есть Во всех Театрах Замечательно Вот это Эмблема Я показываю Эмблема Сергеевна С монитором Компьютера Вот Значит У нас Насколько я знаю Уже Афиша Тоже С элементами Эмблемы Года театра Размещена В драматическом Театре На нашем сайте 13-го Декабря Мы намерены Почему Называются Наверное Легенды и мифы То есть Мы должны Вспомнить Всех тех Кто стоял И у истоков Театра И кто Делает театр Это ведь Не только Артисты наши Не только Замечательные Наши режиссеры Но это И технические Работники Конечно А вот Без зрителей Да Без вешалки Без копейки Да Поэтому Мы попытаемся То есть Там будет Почему В зале Я понял Мало будет мест Что половина зала Будет отдана Именно тем Кто свою жизнь Слезал с театром Поэтому Но Я вам скажу Что сценарный план Я видела Очень интересно Уже ведутся Работы Мы надеемся Что Будет и много Таких исторических Каких-то вещей новых Вы узнаете О театре Ну естественно Это сцены Из самых таких Знаковых спектаклей То есть Ну интересно Очень интересно Ну Уж не могу не спросить Про деньги Год театра Означает Какое-то дополнительное Финансирование Из федерального центра Будем так говорить Или пока неизвестно Значит Заявки наши В федерацию На проведение Года театра Отправлены Значит В бюджете На 19-й год Миллион 200 На софинансирование Этих заявок Заложен уже Со стороны областного бюджета Со стороны областного бюджета И Мы надеемся Что в любом случае В тех мероприятиях Которые будут проходить А это Скорее всего Мы Театральный марафон Должны Как бы Надеемся Очень принять Ну в любом случае Театральный фестиваль На площадке Театров детских Он пройдет И Мы очень рассчитываем Что здесь Все включатся В празднование И кто-то нам И предприниматели Коммерческие фукуры Конечно А самое главное Мы хотим Чтобы в этом празднике Театра Приняли Прежде всего Участие Наши любимые зрители Чтобы все были На наших мероприятиях На спектаклях Мы действительно Всегда вас ждем Любим И делаем все Чтобы пребывание В учреждения культуры Было для вас приятным Интересным, познавательным Так что дорогие мужчины В последний день Спасибо вам Что уж мужчины-то И женщины тоже У нас ведь там Вот за этим микрофоном Очень-очень много людей Я сейчас пока к вам Как со ведущим Сегодняшнего эфира Обращаюсь Приглашаем вас 13 декабря Прийти на Легенды и мифы Театральной вятки Ну и естественно Всех кировчан Ждем Спасибо Спасибо Принимается приглашение Татьяна Сергеевна Не забывайте Что мы вас тоже будем ждать Еще в декабре О том чтобы подробнее О годе театра поговорить Уже после 13 Когда уже будет Более-менее программа Понятно все Обязательно поговорим Татьяна Мазур Министра культуры Кировской области На этом программа Дневной разворот завершена До встречи в программе Культ похода Она начнется ровно через 20 минут